Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, который разрешает детям работать с момента исполнения 14 лет. Народные избранники считают, что в условиях санкций доход подростка может поддержать семью. Как устроен рынок молодежного труда сейчас? И хотят ли сами подростки работать? Об этом в нашем первом материале выпуска. Сейчас работодатели не спешат принимать на работу несовершеннолетних. Поэтому тех, кто хочет заработать денег, вынуждены устраиваться неофициально, Чтобы подростковый труд стал официальным, депутаты Государственной Думы предлагают разрешить работать детям с 14 лет без согласия органов опеки. В настоящее время сложности есть в том плане, что не все подростки могут работать, поскольку необходимо получение разрешения органа опеки и попечительства. То есть недостаточно согласия родителей. Не каждый родитель пойдет и спрашивает данное разрешение. Работодатели вообще боятся в этом случае трудоустраивать, поскольку органы опеки, выдавая разрешение, потом начинают контролировать работу подростков. Согласно Трудовому кодексу, подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор, только если им исполнилось 16 лет. В 15-летнем возрасте для этого нужно согласие одного из родителей, а в 14 еще и органов опеки и попечительства. Депутаты, по сути, решили приравнять трудовые права 14-летних к 15-летним и предложили ограничиться согласием родителя или законного представителя, минуя опеку. Вот эти изменения, мне кажется, только позволят и работодателям проще относиться к данной ситуации, быстрее трудоустраивать, официально трудоустраивать. Единственный законодатель, конечно, должен предусмотреть те виды работ, для которых может быть допущен ребенок, и в которых он может участвовать и принимать график его работы меньше количества часов, чем для взрослого человека. И я думаю, что это действительно шаг вперед для развития и, скажем так, даже образования наших детей. По данным исследований, 9 из 10 старшеклассников хотели бы зарабатывать в период каникул. Авторы законопроекта считают, что современные подростки стремятся заработать свои первые деньги. Во-первых, это опыт, очень хороший опыт. Во-вторых, естественно, это деньги, это самодостаточность, не надо будет просить деньги у родителей. Первая работа у меня была в 14, я работал на территории школы, ну, вы знаете, кусты подрезать и все такое. Этим летом тоже собираюсь подрабатывать в свободное время, так что почему бы и нет. Мне кажется, что опыт в нашей жизни значит очень многое, поэтому, безусловно, опыт в юношеском возрасте, опыт работы, а по жизни человеку, ну, свойственно работать, он особенно ценен. К слову, психологи рекомендуют приучать к труду детей еще в раннем возрасте. Ребенок должен осознавать, что деньги – это эквивалент реального труда. Для начала это могут быть простые просьбы и поручения. Убрать игрушки, помыть посуду, помочь с мелкими делами по дому. А с возрастом круг этих обязанностей может расширяться. Есть сенситивные периоды, то есть периоды благоприятные для развития игровой деятельности, речевой деятельности, вот трудовой деятельности, и это дошкольный возраст. Но родители в это время отказывают детям, потому что это будет неаккуратно, это будет очень долго. И у детей вот эта как раз трудовая деятельность не начинает формироваться, потому что родители не способствуют, не создают условия. Если подросток все же решил, что хочет начать самостоятельно зарабатывать деньги, родители должны проконтролировать, чтобы детский труд не причинял вред здоровью ребенка и не стал помехой для получения образования. Сын, мы уважаем твое стремление работать, но давай так, у тебя есть обязанности, например, учеба, и мы будем следить. Если твоя работа не будет мешать твоей успеваемости, пожалуйста, ты классный, ты молодец. А если, например, будет снижаться успеваемость, здесь родители являются таким контролирующим звеном, который это будут регулировать. На улицах областной столицы у жителей Твери мы решили узнать, помнят ли они, как заработали свои первые деньги и в каком возрасте. Опрос показал, что многие начали зарабатывать еще будучи подростками. Это было 16, это была работа официанткой. Устрелилась работать учителем английского в школе, получила свои первые денежки там. Лет 12. Родители помогли меня устроить каким-то своим знакомым. Я работала на первом курсе преподавателем литературы в онлайн-школе. В подростковом возрасте работали? Конечно. Кем работали? Да я уже не помню. Игрузчиком где-то еще подрабатывал. Листовки какие-то раздавал. Законопроект планирует рассмотреть в Государственной Думе в этом месяце. Если он пройдет одобрение, тогда в летние каникулы многие подростки смогут официально и без лишней бумажной волокиты устроиться на работу.